Генпрокуратура Казахстана рассказала о ходе следствия по делу аварии на шахте имени Костенко в Караганде. Это рубрика 112. Здравствуйте. 6 мая завершили расследование взрывов, произошедших в октябре прошлого года на шахте АО Арселор Митл-Тимиртау. В результате взрывов погибли 46 шахтеров, 28 получили травмы. Взрыв произошел на глубине 700 метров из-за возгорания метана, что привело к последующим взрывам угольной пыли, распространившимися на 6 километров. Причинами аварии стали взрыв метана угольной пыли в шахте, недостаточный контроль за безопасностью и недостаточные меры по пыли взрывозащите. К уголовной ответственности привлечены 10 руководителей шахты, 9 из которых взяты под стражу. Среди подозреваемых директор шахты, главный инженер и другие руководители, которые не обеспечили должный контроль за безопасностью. В результате аварии пострадали 74 человека, включая 46 погибших. Дело уже насчитывает более 120 томов материалов, а подозреваемые знакомятся с его деталями. После этого дело передадут в суд. В Алматинской области задержали Хасана Косымбаева, которого считали лидером ОПГ «Хуторские». Его подозревают в том, что в июне 2021 года он умышленно причинил тяжкий вред здоровью и похитил человека. Специализированный следственный суд Конаева решил арестовать Косымбаева на два месяца. В Туркестанской области была ликвидирована группа экстремистской организации «ХИСП-Ут-Тахрир». Эта организация стремится свергнуть светскую власть и внедрить шариат в стране. Члены группы использовали интернет для получения и распространения лекций радикальных проповедников. Лидер группы уже был осужден за участие в деятельности запрещенной организации. В результате операции задержали 10 человек из этой группы. Во время обысков у них нашли много экстремистской литературы и другие улики. В настоящее время проводится досудебное расследование по подозрению в пропаганде терроризма и разжигании религиозной ненависти. Тренера по шорт-треку из Костанайской области обвиняют в хищении государственных денег. Следствие установило, что с октября 2022 года по январь 2024 года он составлял поддельные отчеты о расходах, указывая в них вымышленных участников сборов и соревнований, чтобы увеличить сумму выплат. Полученные деньги он присваивал, а затем переводил на депозит, получая проценты по ставке 9,6%. Таким образом, он похитил 5,9 миллионов тенге и дополнительно заработал 613 тысяч тенге на процентах. Ему предъявлено обвинение по статьям за хищение и отмывание денег. Максимальное наказание – до 7 лет лишения свободы и конфискация имущества. Дело направлено в суд номер 2 города Костанай. В Алматы осудили заместителя генерального директора ТО «Алматы Генплан». Он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве местного предпринимателя к даче взятки в размере 9,6 миллионов тенге работникам городского управления земельных отношений за изменение назначения земельного участка. Суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам тюремного заключения и пожизненно лишил права занимать должности на госсужбе и в базе государственном секторе. В аэропорту Астаны задержали преступника, который был в международном розыске. Казахстанские полицейские поймали гражданина Азербайджана, которого разыскивал Интерпол за мошенничество. Он обманом забрал у жителей Баку крупные суммы, обещая помочь с покупкой квартир в социальных домах. Мужчина пытался улететь из Астаны в Душанбе, но сейчас находится в изоляторе столичной полиции. Житель семьи попытался пронести в колонию манты с гашишем. Житель семьи решил необычно подготовиться к визиту друга в колонию и принес ему манты с гашишем. В колонии области Абай бдительные сотрудники при досмотре обнаружили, что в мантах вместо фарша спрятаны наркотики. 29-летний мужчина, пришедший на краткое свидание, начинил 24 манты гашишем. Общий вес составил более 650 граммов. Теперь против него возбуждено уголовное дело. Преступная пара под видом клинеров совершила 8 квартирных краж в Актау. После обращения пострадавших в полицию их поймали по горячим следам. Вину преступников подтвердили украденные вещи и их признание. Оказалось, что преступление совершил 39-летний мужчина, ранее судимый за кражи и хранение наркотиков, и его 43-летняя знакомая. Сейчас оба находятся под стражей. Полиция продолжает следствие и проверяет, непричастны ли они к другим похожим кражам. Продолжение следует...